В преддверии Международного дня инвалидов Министерство труда и занятости населения позаботилось о создании комфорта для вновь трудоустроенных граждан. Багетная мастерская, где работает Андрей Барковский, была оснащена техникой для приема и обработки заказов. Ну, работали в основном, ставили крышу, а это высота, это нагрузки. А после операции, так как операция была на желудок, задеты мышечные основания, то я физически не могу подняться на высоту. Пришлось искать работу более приземленную. Вот я обратил в центр занятости населения, и мне посоветовали устроиться сюда, в Багетную мастерскую. В свою очередь инвалиды, государства, общественные организации и бизнес должны находиться в постоянном взаимодействии, считает Наталья Александровна Кривицкая. С ней съемочная группа обсудила проекты по трудоустройству, реализованные за этот год. В этом году в службу занятости обратилось 1702 человека, и надо сказать, что четвертую часть составляет, конечно, граждан с инвалидностью города Саратова. Все принимаемые меры позволили в этом году уже увеличить рост уровня трудоустройства инвалидов примерно на 10%. Уровень охвата всеми мероприятиями, активной политики, занятости. Соответственно, снизилась продолжительность безработицы инвалидов до 5 месяцев, и снизилась численность безработных инвалидов на сегодняшнюю дату. «Искусство, культура и независимый образ жизни» – это девиз, проразглашенный еще в 1992 году, помнят и по сей день. В канун праздника филармония именно Шнитке организовала концерт. Его гостями стало около 450 инвалидов. Вне зависимости от того, коснулась ли эта беда ваш дом, помните – человек человеку человек. Всего доброго, здоровья, добра, благополучия и абсолютно.